Всем привет! Я построил огромную муравьиную ферму для моей колонии степных жнецов Мессерструктор. Этот проект стал самым масштабным из всех формикариев, что я делал до этого. Ферму по такой технологии я делаю впервые. И в этом видео хочу поделиться с вами результатами, опытом и наработками, которые я получил в процессе ее создания. А еще расскажу о том, как я переселял свою огромную колонию жнецов в этот формикарий, и о том, как ферма чувствует себя через месяц после заселения. С вами Димон и Пумба, поехали! Итак, начнем с того, как вообще родилась идея данного проекта. Недавно я переехал на новую квартиру и решил наконец красиво и лаконично расположить все мои формикарии с муравьями в интерьере. Мне приглянулся вот этот шкаф из Икеи, и я его немедленно купил. Идея была в том, чтобы расположить три больших формикария на трех двойных застекленных полках и сделать им красивую подсветку. Заказал, собрал, установил. По размеру полок заказал аквариумы с дополнительными несколькими деталями, о которых расскажу чуть позже. Каркас представляет собой обычный аквариум с двумя отверстиями по бокам для подключения модулей и удобного переселения мурашей в ферму. Итак, какова моя идея? Вот это стекло будет передней стенкой гипсового модуля, в котором будут жить мураши. В нем также сделано отверстие по центру для главного входа. Остальное пространство будет ареной, которую потом можно будет всячески задекорировать. Идея не нова. В основном я вдохновлялся работами художника и мирмикипера Михаила Гибадулина. Ссылку на его страницу в ВК оставлю в описании. Там вы можете посмотреть больше его работ. Я не мастер по стеклу, у меня нет соответствующего инструмента и всю работу, связанную с его обработкой, я заказал. Михаил же делает свои работы целиком и полностью сам, за что ему от меня огромный респект. Теперь, когда вы понимаете концепцию и то, как должен выглядеть конечный результат, вам проще будет понимать последовательность моих действий. Начнем с того, что нарисуем систему ходов муравейника на покровном стекле обычным маркером. Чтобы их было лучше видно, я положил на пол бумагу. Да, я работаю на полу, потому как стола соответствующего размера у меня попросту нет. Размеры аквариума, к слову, вышли 73 на 24 на 19 сантиметров, что довольно много. Ну а пока я в таймлапсе рисую ходы, напишите в комментариях, кого мы будем селить в следующий мой масштабный проект. Ведь, как я и сказал, полки у меня в шкафу три. А значит, в самом скором времени вас ждут два интересных и неидентичных этому проекта, но аналогичных по масштабности. Тем временем я заканчиваю свой эскиз и теперь начинаю вылепливать камеры и ходы и налеплять их на стекло. Маркер я решил не смывать, так как пластилин в любом случае мы уберем, а на гипсе его остаться не должно. К тому же производитель обещает нам полную нетоксичность. Я стараюсь тщательно вылепливать каждую камеру и делать ее максимально гладкой снаружи. Понятно, что микроскладок никак не избежать при ручной лепке, однако мы и не стремимся получить идеальную поверхность. Такие микроцарапины и вмятины только придадут нашей ферме большую естественность. Между камерами вылепливаю ходы и галереи. Основные артерии будущего города делаю шире, так как по ним будет идти основной трафик муравьев. Ну а переходы между дальними камерами делаю небольшими. По своим предыдущим проектам могу авторитетно заявить, что особенно при каком-то оживлении в муравейнике нередки пробки на главных улицах. Так что на этот раз эту проблему я учел. Не так уж просто, скажу я вам делать фармикарии. Тут как при проектировании настоящего города. Нужно предсказывать многие проблемы заранее. Но все приходит с опытом. Кстати, как вы могли заметить, я не вылепил на передней стенке камеру увлажнения. Я ее перенес на заднюю стенку гипсового блока, чтобы она не портила внешний вид фермы. Когда мы закончили с системой ходов, можно плавно приступать к процессу заливки. Поставил переднее стекло на свое место и по краю налепил толстый слой пластилина, чтобы гипс не пролился сквозь щели. Дальше взял обычную бутылку из-под молока с широким горлышком, в котором буду замешивать гипс, и начал закладывать раствор. Мешал я в пропорции 1 к 1 по массе. Отмерял на глаз, размешивал, хорошенько встряхивал и заливал. И таких заливок у меня вышло аж 4,5. В итоге на блок у меня ушло чуть больше 2 кг скульптурного гипса и примерно столько же воды, которая потом, конечно, частично испарится. Сохло это все безобразие 3 дня, после чего я отклеил весь опоясывающий контур пластилина и начал доставать стекло. Вместе с ним отошла часть камер, но основная масса пластилина осталась на гипсе, так что доставал я это все в ручном режиме. Благо, пластилин отлично отходил от заливки и почти нигде не пришлось его выскабливать. В некоторых местах он даже немного остался, но это не критично, муравьи сами потом его соскоблят. Есть они его не станут, это тоже проверено опытом, так что можете не переживать на этот счет. Теперь настает, пожалуй, самый творческий этап. Создание рисунка и покраска. Как вы можете заметить, я выскоблил на гипсе что-то вроде корней, которые проходят в почве и кое-где касаются камер. Их я крашу темно-коричневым цветом, а на весь остальной гипс накладываем несколько тонов красной, желтой и охровой краски. Жнецы это жители степей и пустынь, и я захотел создать им соответствующий сеттинг. Немного поругаюсь на краски звезда. Кроме них у меня в наличии ничего не было, поэтому красил ими. В итоге они то ли полиняли, то ли облезли, то ли уж не знаю какой моделист их укусил, но по высыханию в некотором месте они стали зелеными. Вы еще позже это увидите, когда я буду показывать заселение мурашей. Меня это очень удивило, но да ладно, продолжим. Когда краска высохла, приступаем к завершающему этапу. Помещаем гипсовый блок на его законное место и накрываем стеклом, предварительно хорошо его протерев. От магнитов я отказался и решил просто приклеить его с боков силиконом. К слову, на тот момент у меня не было даже пистолета для тюбиков герметика, так что извращался как мог. Дальше таким же образом я приклеил и бортики. Этот фрагмент позвольте пожалуйста опустить, потому как выглядело это то ли ужасно, то ли смешно, я сам до сих пор не понял. Все было в силиконе, включая весь аквариум, но в итоге я сделал. Получилось как-то так. Остается лишь отдекорировать арену. Для этого я приготовил песочек и разные камешки и украшения. Для начала хорошим слоем засыпаем песок. Он также оранжевого цвета, в тон самому гнезду. Распределяю его равномерно по всей площади арены кисточкой, а ко главному входу кладу красивый белый камешек. Он кстати был привезен из Севастополя. Долго думал, что еще добавить на арену и в итоге решил ограничиться всего парой веточек слева и справа и каким-то сухим сорняком с поля. Уже не знаю, что это такое, давно его притащил. И вроде как вышло даже довольно лаконично. На мой взгляд все смотрится не перегружено и довольно гармонично. В конце лишь остается нанести антипобег. Именно для этого я приклеивал сверху арены небольшие стеклянные края. На их нижнюю сторону он и будет нанесен. Я пользуюсь обычной детской присыпкой, которую можно найти в любой аптеке. Присыпка по сути представляет собой измельченный тальк. Он прилипает к лапкам муравья и пройти по нему они не могут. Если не нравится тальк, можете также присмотреться к деметикону. Это такое косметическое средство, его можно купить в интернет-магазинах, очень много где он продается. Тоже отлично сдерживает мурашей. Когда все наконец готово, можем насладиться финальным результатом. По-моему получилось очень даже неплохо. Конечно, с покраской гипсового блока я немного накосячил, но в целом смотрится неплохо. Спустя несколько дней, когда силикон и гипс окончательно высохли, можем приступать к переселению. Поскольку шкаф сантиметр в сантиметр впритык рассчитан под размеры аквариума, я поставил ферму на верхнюю полку стола и рядом расположил старый формик с мурашами. Вы только посмотрите, как их там много. Долго же они ждали свой новый дом. Но вот наконец дождались. Сразу после подключения трубки к новому гнезду, арава разведчиков и фуражеров буквально врывается на арену. Мураши с большим интересом стали изучать новое для них пространство. Еще бы, засиделись их буйные головушки в этом тесном кубике. Уже ночью основная масса мурашей начала переезд. И мне даже удалось снять момент, как матка переходила в свои новые владения. В старой ферме муравьи в камерах сидели настолько битком, что ее совсем не было видно. Я даже сомневался, есть ли она там вообще. Но, как видите, жива и здорова, королевская особа прет как танк. Уже на следующий день переезд полностью завершился, и я могу вам представить готовый результат. Итак, встречайте первый из трех формикариев в моем новом стеллаже. Как по мне, ферма идеально вписалась в шкафы и в принципе в интерьер помещения. Муравьи чувствуют себя также прекрасно. Сейчас уже месяц прошел с того времени, как они въехали сюда. И дела у колонии идут отлично. В зернохранилищах полным-полно еды. В яслях куча расплода. А в королевской камере каждый день рождаются десятки новых рабочих и солдат. Муравьи немного перекроили ландшафт. Они почему-то растащили песок вокруг камня. Где-то объели сухие ветки. Где-то даже перетащили их немного вбок. За таким огромным формикарием невероятно интересно наблюдать. Это уже настоящая большая семья муравьев, которая находится в непрерывном движении. Кто-то чистит семена, кто-то ухаживает за личинками, кто-то постоянно проверяет антипобег и себя на прочность, кто-то исследует арену. В общем, все предели. Не совру, если скажу, что именно ради этого мы заводим муравьев. Ты делаешь уроки, обедаешь, валяешься на диване, спишь, а рядом за стеклом кипит жизнь целого маленького города. И наблюдать за этим невероятно интересно. Весь проект данного формикария от начальной задумки до конечного результата занял у меня примерно 3 месяца. Конечно, я делал его поэтапно, часто с большими паузами, так как все это время шел учебный год. И времени делать и параллельно снимать все это у меня было не так много. Но я очень доволен результатом. И если кто-то решит повторить данный проект, могу пожелать вам лишь удачи. И надеюсь, мой ролик вам в этом поможет. На основе того, что я показал, можно сделать тысячи различных пейзажей. И если вы ищите в этом вдохновение, ссылка на страницу Михаила ждет вас в описании. У него куча разных интересных работ, и думаю, вы сможете найти среди них что-то, что породит вашу уникальную идею. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик и ставить лайки. Отдельное большое спасибо всем спонсорам нашего канала. Они помогают новым роликам выходить значительно чаще. Заводите муравьев и делайте классные формикарии. С вами был Димон и Пумба. Да пребудет с вами матка. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok